Лекция тренерская. Есть такой начальник, он сейчас должен подойти. Вы знаете всегда, Яновского, как говорится, шеф. Мы, правда, с ним знакомы очень много лет. И я надеюсь, что он все-таки придет и представит меня. Но все-таки дело не в этом. Он не был вашим учеником? Нет, нет. Скорее, я его был учеником, когда он еще работал в редакции Шахты СССР, и он поправлял мои статьи. Ну, понятно. Сейчас все ученики Яновского, тут в зале много. Я хотел еще одну такую вещь сказать, что лекции, они тоже делятся. Есть лекции, мы говорим шахматы, чисто на шахтную специфику. Там, например, дебюты, середины партии, динамику шахмат, стратегии. А есть лекции, так называемые, тренерские. Вот примерно 20 лет я занимался тренерскими лекциями в институте физкультуры в Москве, на Сиреневом Бульваре. Был такой институт, который имел очень красивое название КЦАЛИФК. Государственного, Ленина, Центральной институтической культуры. Сейчас он, правда, называется очень страшно, как РУВК. Но раньше был еще страшнее, РГАФ. Это значит, что была академия, а стал университет. Ну и вот в этом студии был тренерский факультет, и на этом тренерском факультете была шахтная специализация. И в этой шахтной специализации собирались очень сильные шахматисты. Я уж не буду вас с вами пугать, но я приведу только несколько фамилий. Там Морозевич, Грещук, Кустинюк, Грассмейси, Балаган, Федоров, Лассин, Найер, Кабали. Ну в общем, состав был прекрасный студентов. И там я читал лекции на тему тренерства. Но дело в том, что когда говоришь о тренерстве, это все-таки наука, как оказывается, тренерство это наука целая, то обязательно показываешь шахтный пример. Ну вот представляете, что вы показываете шахтный пример, например, иду сидит Морозевич или Грещук. Надо быть очень осторожным. Но чтобы так взять творческую инициативу в свои руки, то я сразу начинал партию с Морозевича и пальцем Грещука. И когда там всякие там нахалы, кандидаты, мистера, мастера начинали атаковать меня шахматно, то Морозевич говорил, нет, нет, я вам сейчас покажу. Тут не так было, значит, только такие варианты. И он меня защищал всегда и показывал ряд, и я был под шахтной такой хорошей защитой. Ну а что касается теории тренерства, конечно, мне было полегче. И вот в конце лекции, когда спрашивал я Морозевичу, ну как, понравилась лекция, то он мне говорил, неплохая лекция, особенно в первой парте моей. Правильно подобрана, но в нужный момент. И даже вот такая была тренерская хитрость. И сегодня у нас так называемая тренерская лекция. Давайте мы ее запишем название, как называется. Она такая, правда, многогранная сегодня, во всем понемножку. Но все-таки она имеет название, запишите, роль тренера, роль тренера в подготовке молодого шахматиста. Роль тренера. Значит, само слово роль, это уже многогранное слово, которое свидетельствует о том, что человек, который должен эту роль исполнять, он должен быть очень хорошо подготовлен к всему акту действия. И поэтому мы сегодня даже с вами немножко записать теорию, потом у нас будут еще шахмат-примеры и немножко поговорим. Значит, что входит в теорию? Вообще роль тренера, да? Что должен сделать тренер? В чем роль подготовки молодого шахматиста? Если мы возьмем какого-то усредневного шахматиста, которые пришли заниматься шахматами, то роль тренера, конечно, колоссальная. В первую очередь, это подача знаний. Значит, сам тренер, запишите, должен обладать определенными так называемыми специальными знаниями. Это первый момент. Что такое специальное знание? Ну, конечно, это специализация. Специализация того предмета, о котором говорится. Например, шахмат. Значит, тренер должен иметь шахматное знание. Это означает, что тренер должен иметь, конечно, шахматную категорию или звание. Это понятно, да? И в зависимости от уровня преподавания, он должен обладать определенными знаниями. Но знания специальные, они в себя вмещают не только непосредственно, например, партии, входы, позиции. Они еще... В нее входит подача материала. Подача. Как тренер подает материал? Умеет ли он подавать материал? И тут надо обязательно записать тренердийское понятие. Контакт. Контакт с слушателями и контакт с учениками. Значит, тренер должен обладать контактом с учениками. А это уже психологический-педагогический момент в деятельности тренера. Третий момент, которым тренер должен обладать, это, конечно, внешний вид. Я подчеркиваю, значит, внешний вид, не внутренний, не его способность тренера, там, или какие-то таланты, а внешний вид. Что входит в внешний вид? Ну, конечно, тренер должен быть хорошо одет. Это понятно, да? Белая рубашка, галстук там.